На Октябрьском проспекте идет ремонт картами. Практически вдоль всей проезжей части меняют бордюр. Конечно, работу ведут неспроста. Город готовится к приезду высоких гостей. Пожелание, чтобы все сделали в срок. Конечно, это хорошо, что обновляется настел города. Но есть и другие мнения. Мне кажется, нужно ремонты делать для того, чтобы самим жить хорошо. Не просто так, когда гости приезжают. Нужно делать, когда нужно делать ремонты. Причем у нас в городе столько всего нужно отремонтировать. Показуха сплошная. Если все плохо и дворы разбиты, то потемки на деревне построить легче всего. Кстати, ремонт дорог картами был запланирован. Правда, начаться должен был в сентябре. Но известие о приезде гостей приблизило сроки, ускорило темпы и масштабы реконструкций. Но на все про все денег нужно немало. Часть средств на ремонт и было заложено в муниципальной казне. Помогла деньгами область. Большую финансовую помощь оказали и крупные предприятия. Основные источники два. Это Северсталь, средства предприятия Северсталь и средства предприятий Фосагра. Они оказали нам помощь и поддержку, потому что прекрасно понимают, что имя Череповца неразрывно связан с имиджем наших крупнейших помощных предприятий. Стоит отметить, что сейчас в городе продолжаются и глобальные реконструкции строительства новой набережной, улиц Карла Липныхта, Ленина. Здесь не просто обновляют дорожное полотно. Улицу расширяют, меняют коммуникации. Очень долго все это делается. Особенно у нас все лето здесь копают и очень сложно здесь проезжать сейчас. Карла Липныхта должны закончить в октябре. Работы много, но строители надеются сдать объекты даже раньше намеченного срока. Улица Карла Липныхта будет готова в сентябре, улица Ленина по договору будет в октябре. Строители по улице Ленина идут немножко с опережением, поэтому может быть будет немножко пораньше. Каждому из тысячи гостей будет приготовлен подарок. Книги, блокноты, видеофильмы и даже спички. Все с символикой Череповца. Особый презент премьер-министру подготовил и известный череповецкий писатель. Подписал книгу, изданную с помощью Северстали. Книга называется «Последний резидент». Тут есть такие совпадения. И там есть рассказ до связи, в котором одним из героев Владимир Владимирович. Встреча гостей всегда дело хлопотное. Но такая генеральная уборка города выгодна всем. И в первую очередь самим череповчанам. Ведь последний раз такой лоск наводили 20 лет назад, когда к нам приезжал президент Ельцин.